Добрый день! К вам сегодня обращается президент Международного фонда защиты права человека, бывший узник совести, правозащитник, политический эмигрант, проживающий на Нево-Франции, Вида Ди Скандерли. Вот уже четвертый день идет война между фашизмом и демократией. Это не война против Российской империи, против украинского народа. Это война русского фашизма, русской империи против человечества, а также против демократии. На Украине решается вопрос не только вопрос Украины и украинского народа, свободы Украины. На Украине решается вопрос и другие республики, и других республик, таких республик, как Грузия, Молдова, Азербайджан и другие государства, которые стали на путь развития. Естественно, мне стыдно, мне стыдно за Илхам Алиева. Это езидовского курда, который 30 лет вместе с отцом оккупировали азербайджанскую власть и ведут антиазербайджанскую политику. 22 числа, когда русская империя незаконно признала Донецкую народную республику, кавычках, и Луганскую народную республику, также был договор заключен с президентом, кавычках, Азербайджана, этим негодяем, этим свобочем, Илхамом Алиевым, который является антиазербайджанским элементом. Я не буду сегодня говорить об ужасах, о тех террористических актах, которые Алиев и его отец, и он сам совершал и совершает против азербайджанского народа. Я только один факт скажу, только один факт, что после того, как пришли к власти Алиева, более 6 миллионов азербайджанцев покинули Азербайджан, в том числе около миллиона сейчас проживают на Украине. Да, не стыдно, не стыдно, что президент Азербайджана Илхам Алиев подписал договор о сотрудничестве с Россией и практически предал азербайджанское государство, азербайджанская государственность, азербайджанский народ предал и стал губернией Российской империи. Но азербайджанский народ не будет этим соглашаться и будет бороться до конца 90-х годов. Точно так Российская империя вместе с армянскими сепаратистами захватили более 25% территории Азербайджана. Российская империя уничтожила более 300 тысяч чеченцев. Я обращаюсь к Кадыру. 300 тысяч чеченцев не украинцы убивали. Украинцы воевали вместе с чеченским народом против Русской империи. А вы теперь посылайте сюда чеченцам воевать. Но очень радостно, что Ахмад Закаев, проживающий в Европе, призывал чеченский народ, проживающий в Европе, воевать за Украину. Это очень хорошая новость. Это говорит о том, что нет плохой нации, есть плохие политики. Лукашенко и Иоанн Алиев поддержали фашизм. И они, их ждут кара, их ждет кара народа, кара демократии. Сегодня в Америке, в Евросоюзе, в Европарламенте и во всех демократических государствах приняты санкции против русского режима. Российская империя распадет. Я вам даю слово, Российская империя распадет на мелкие части. И тогда народ Азербайджана, народ Грузии, народ Молдовы, народ Казахстана и другие народы станут на действительном путь развития правового государства. Я обращаюсь к украинскому народу. Спасибо вам, хлопцы. Спасибо за то, что сегодня вы воюете фашизмом. Вы решаете вопрос демократии во всем мире. И очень радостно, что в рядах украинского добровольца есть и азербайджанцы. Более двухсот азербайджанцев воюют на стороне украинского народа против фашизма. Азербайджанцы, проживающие на Украине, помогают материально, морально, поддерживают вас. Азербайджанский народ вместе с украинским народом. Алиев не Азербайджан. Алиев негодяй и сволочь. Он похитил более двухсот миллиардов азербайджанских денег. Он является подстилкой Путина. Украинский народ победит. Украинский народ победит в этой войне. Это в совершенной войне. Не Украина напала на Россию, а Российская империя напала на Украину. Я обращаюсь к русским матерям. Я обращаюсь к русскому народу. Бастуйте. Бастуйте против путинского режима. Станьте на путь демократии. Ведь украинцы и русские почти что один народ. Славяне. Сегодня там погибают вместе с украинским народом и русские ребята. 18-летние, 20-летние парни. Погибают. За что? Раньше погибали в Афганистане. Раньше погибали в Румынии, в Чехословакии. Раньше погибали в Кубе. А теперь они погибают на Украине. Украинский народ. Это не тот народ, которому можно поставить на колени. Я обращаюсь к тебе, диктатор, кровопиец Путин. Я к тебе обращаюсь. Это конец. Это конец начала русской империи. Я еще раз говорю. Все беды в мире происходят от российской империи. И поэтому российское государство не имеет права морально существовать как государство. Все беды в мире происходят от российской империи. И Азербайджан будет воевать с фашизмом, с Ягом Алиевым. И белорусский народ будет воевать против Лукашенко. И чеченский народ будет воевать против российской империи. Достаточно путинский режим. Когда будет распадать, вы увидите, что и чеченцы, и ингуши, и авары, и дагестанцы, и другие народы, проживающие в России, будут бороться за свободу своей нации. Дорогие вы мои украинцы, Украина второй, вторая родина моя. Я учился в Харькове. Я учился в Харьковском юридическом институте. Сегодня мой родной город оккупирован почти Российской империей. Но я получил хорошее известие сегодня, что в Харькове и в Киеве отбиты все нападения фашистской русской империи. И сотни, и тысячи русских погибают на земле Украины. Слава Украине! Здравствуйте, Вильне! И самостильная Украина! Азербайджанский народ, как народ с вами! В Грузии сегодня более 100 тысяч грузинов вышли на площадь свободы поддержать Украину. В Азербайджане идет. Во всех европейских государствах люди протестуют против агрессии России. В конце концов, я говорил об этом еще 20 лет тому назад, что придет время, когда Российская империя будет распадать. Вот она. Начинается распад русской империи. Невиновный русский народ. Русский народ невиновен в этом. Виноватые имперские мыслящие Путина, Лаврова, Шойгу и другие. Я только один факт вам скажу, что за последние 30 лет режим Алиева заплатил им в качестве взяток более 100 миллиардов долларов. Сегодня в Баку Новороссийский нефтяной провод идет в карман Ростнефти, который является собственностью Путина. У Путина более 250 миллиардов денег, которые он похитил у русского народа. Русский народ должен понять. Русский народ мудрый народ. Вот не дайте, не дайте возможность Путину ради своих интересов напасть на суверенное государство. Сегодня я посмотрел выступление этого негодяя, этого диктатора Путина. Он говорит о государственности. Украина является самосильным государством. Какое ты имеешь право напасть на суверенное государство. Я еще раз повторюсь, это не нападение на Украину, это нападение на демократию. Идет война между фашизмом и демократией, и демократия обязательно победит. Да здравствует украинский народ. Да здравствует все преагрессивное человечество, которое поддерживает Украину. Украина победит. Если даже Россия удастся оккупировать Киев и другие города, я знаю, что столетиями там будет идти война, партизанская война. Но этого не будет. Россия уже потерпела крах. Крах на Украине. Дорогие вы мои товарищи, дорогие вы мои друзья. Не видит ли весь мир, что Россия является крестным отцом всех авторитарных режимов. И я уверяю вас, что победа украинского народа – это начало великой политики, демократии. Это победа демократии и народу, которые, проживающие в бывших в Советском Союзе, в республиках, народу, будет постепенно, постепенно стать на путь демократии. Не дает возможность. Суть Российской империи заключается в том, чтобы создать междоусобные войны, межнациональные войны. Они создали между армянами и азербайджанскими, азербайджанцами еще в начале 20 века и 80-е годы. И сейчас сеют в вражду между армянами и азербайджанцами, сеют в вражду между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами, молдаванами, русскими, украинцами и другими. По сути, это имперское мышление. Я поэтому говорю о том, что Российская империя, когда исчезнет с лица земли, как империя, Мир будет дышать больно и свободно. Да здравствуйте, вильная, свободная Украина. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!